Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вы получаете поручение, проект быстро корректируете, чтобы приступить к работам. Отдаленный район становится ближе. Расширение поликлиники, ремонт дорог и новая школа. Что еще ждет Первомайку в ближайшем будущем? Такой путь проделывает участковый. Пешком приходит на паром. На другом берегу его ждет служебная машина. Но в любом случае, чтобы добраться до места происшествия, нужен минимум час. Тысяча туристов на одного участкового. Почему на прибрежной территории пренебрегают законами Российской Федерации? Мы бы хотели поставить на документ товар. Документ товар, блядь, на церкви. Черчичка. У нас общий вот этот рынок, они общие у нас. Пищевая цепочка от грядки до прилавка. Как попадают к нам на стол фрукты и овощи из южных стран? Новое здание под детскую поликлинику, строительство и ремонт дорог, развитие предприятий. Глава региона Андрей Травников сегодня работал в Первомайском районе Новосибирска. Подробности далее. Первомайский. Район исторический железнодорожный. Одна из крупнейших в стране сортировочных станций. Внушительные промышленные предприятия. Новосибирский электровозоремонтный завод стал первой точкой рабочего визита в район главы региона Андрея Травникова. Работа в цехах кипит. В ремонтных боксах можно встретить даже те локомотивы, которые не ходят по западно-сибирской железной дороге. Новосибирский завод обеспечен заказом вплоть до 2030 года. Наше предприятие обслуживает не только западно-сибирскую железную дорогу, а железные дороги от Урала до Дальнего Востока. Вот, например, электровоз ЭП-1М, который не встретишь на наших железных дорогах, приехал на ремонт из Владивостока. Но все-таки больше завод обслуживает знакомые многим электровозы 2С6. Кстати, полностью отечественная разработка. Идеальный пример импортозамещения. Вот этот электровоз, он 100% российский. То есть по программе импортозамещения. Да, я обратил внимание, что монитор управления отечественной. Все абсолютно российское. Вот, поэтому, собственно говоря, у нас нет зависимости от импорта. В ближайшие годы на заводе продолжат модернизировать производство. Планируют увеличить количество рабочих мест. Так что у здешних работников вопросов по предприятию нет. А вот по развитию родного района есть. Например, жалуются люди на нехватку мест в детской поликлинике. Если даже талончик вырвали, то сидим по 4 часа. Нашу местность, механка, пятак, как мы их коротко называем, они тоже оттуда относятся. Звездная вся туда, новый микрорайон. Получается, что нет просто очень много. У нас на пятаке есть поликлиника. Стоит уже очень много лет с 2000 года. Может быть, ее как-то отремонтировать и поставить на вход. Детское поликлиническое отделение входит в состав 19-й горбольницы. Осмотрев действующую поликлинику, Андрей Травников предложил познакомиться с вариантом ремонта соседнего здания для расширения поликлиники. Решение руководитель области принимает на месте. Цена вопроса по ремонту. 15 миллионов. С оборудованием. Ну, небольшие деньги. С оборудованием. С оборудованием. Да, это уже с освещением. Когда получаете поручение, проект быстро корректируете, чтобы приступить к работам в следующем году. Встреча с трудовыми коллективами и активом района – обязательное условие работы Андрея Травникова. Проблемы и достижения обсуждают все вместе. С профильными министрами, руководителями района, мэрии и депутатами всех уровней. Основная задача государства и власти в Новосибирской области, в данном случае временно исполняющего обязанности, в том, чтобы создать комфортные условия не только для жизни, но очень важные гарантированные условия для приложения сил и возможностей. Чтобы те, кто получает образование, нашли свое применение на предприятиях Новосибирской области и чтобы эти предприятия работали. Проблемы, с которыми обращаются люди примерно одного плана во всех районах – здравоохранение, дороги, образование. Кстати, вопрос с загруженностью школ в Первомайке будет решен уже с этого учебного года. Строители подтверждают завершение, своевременное завершение строительства школы на весенний, первому сентября самая крупная школа в Новосибирске примет детей. Это хорошо разгрузит существующие школы, 144-ю в частности. Проинспектировал глава региона и ход ремонтных работ по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Центральную улицу района, Первомайскую, полностью закатают в новый асфальт, поставят новые светофоры, построят пешеходные тротуары. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. К другим темам. Жители деревень на правом берегу Ордынского района боятся выходить из домов. Караканские боры, берег Обского моря, летом неизбежно привлекают сотни отдыхающих и ведут они себя порой слишком нагло и вызывающе. При этом полицейских на правом берегу нет, отдел находится в райцентре и на то, чтобы добраться до места происшествия, у них уходит минимум час. Что делать в этой ситуации, выясняла Мария Черешнева. Одна за другой, вздымая гигантские клубы пыли, машины мчатся по сельским дорогам на полном ходу. Знак ограничения скорости попросту игнорируют. Экипажа ДПС здесь нет, к чему осторожничать. Марьяна Берязева и ее дочь Влада в Обрашино проводят лето. С недавнего времени отдых в живописной деревне стал неотрывно сопряжен с риском. Недавно чудом удалось избежать настоящей трагедии. Я увидела, как машину занесло, и машина начала лететь на мою дочь прямо. Ну, то есть буквально как в страшных роликах на Ютьюбе, когда ты видишь, что на ребенка летит автомобиль буквально на бешеной скорости. Вот. И Влада успела отскочить в последний момент. Марьяна тогда бросилась сама догонять водителя, устанавливать личность. На следующий день обратилась в полицию. Однако ни там, ни в ГИБДД разбираться с ситуацией не стали. Дескать, теперь уже не докажешь, с какой скоростью он ехал и был ли пьян. Именно этого и боятся местные жители и дачники. Отдыхающие, зная свою безнаказанность, продолжают ездить здесь пьяными, дебоширить, нарушать деревенский покой. С каждым годом все страшнее, потому что место стало популярным. И очень много стало посетителей в автомобилях. Но чем дальше, тем чаще люди не придерживаются правил обычного, нормального движения автомобильного. Ну и самое страшное, то что они, не боясь полностью безнаказанности, никогда здесь нет никаких ГИБДД, никаких полицейских, которые бы хоть каким-то образом регламентировали их это ужасное поведение. Ну и теперь уже страшно выйти на улицу. Полицейские в Ордынском районе, разумеется, есть, только отдел находится на другом берегу. Паромная переправа. Летом, по сути, единственный способ, чтобы добраться из райцентра в правобережные деревни. В дороге около 40 минут. По выходным паром курсируют каждый час, в будни реже. Собственно, именно такой путь проделывает участковый. Пешком приходят на паром. На другом берегу его ждет служебная машина. Но в любом случае, чтобы добраться до места происшествия, нужен минимум час. В Ордынском отделе полиции уверяют, про обрашенные другие деревни на правом берегу никто не забыл. На правом берегу, например, два участковых полномоченных. У них есть служебный кабинет, также есть служебный автомобиль, который находится в селе Нижнекаменка. Участковые полномоченные перебираются туда на пароме, пешие, и учителяют деятельность. Также есть служебный катер, который закреплен за отделом. Катер этот пришвартован на пристани. На нем полицейские выходят море в случае действительно экстренной ситуации. Обрашенцы, впрочем, считают, этих сил недостаточно. Ну что-то на летний период надо дежурную часть выделить отдельный какой-то наряд. Обязательно. Обязательно причем. Ну потому что уже надоело. Надо не то, что их проверять днем, надо проверять и вечером, и ночью. Может и днем и прикихает, а как стемнело, все на ту сторону на пароме переправились, а здесь начались гонки. В районной администрации о проблеме знают. Даже запланировали переговоры с ГУВД, чтобы на правом берегу все-таки создали полноценный отдел полиции. Но это пока только разговоры, и на создание структуры уйдет явно много времени. Тем временем паром продолжает ежедневно привозить в Каракан новых отдыхающих. Десятки на одного участкового. Мария Черешнева, Евгений Агеев, Новости ОТС. Новости ОТС Узбекистана, Узбекистана, Казахстана. Спокойно ведут коммерческую деятельность, не имея на руках вообще ничего. Есть решение продавать или нету? А нет, говорит. Нет, говорит. Не только я. Вот здесь торгую. Ни у кого нет? У всех. Все округлено. Летний торгует. А у вас есть медицинская книжка? Муж знает, я не знаю. В палатках мусор, грязные тряпки, гнилые овощи, мухи и черви. Рядом ящики с товаром. Откуда фрукты и чем напичканы арбузы, дыни, рядовой покупатель вряд ли узнает. Сертификатов соответствия нет. Почему работаете без перчаток? Вы же работаете с продуктами. У меня есть. Перчатки есть? Есть, есть где-то здесь. Легальная торговля – это дополнительные доходы в бюджет и гарантии безопасности продуктов. Здесь ничего этого нет. Пищевая цепочка начинается отсюда, с оптовой базы на окраине города. Ежедневно десятки фур привозят товар из стран СНГ. Здесь его разгружают, сортируют и отправляют по области. Мы бы хотели поставить на документ товар. Документ товар, дядя, сертификат. Сертификат. У нас общий вот этот рынок, они общие у нас. Ну понятно, вы торгуете, так держишь. Журналисты УТС проверили 18 оптовиков. Бумаги показали только эти предприниматели. Капуста пекинская, свежая, рожает 2016 года. В документах написано, товар прошел лабораторное исследование, безопасный к употреблению. Груз – 25 тонн. Но это скорее исключение, чем правило. Единственное нарушение, которое было выявлено при досмотре, это нарушение при сопровождении продукции необходимыми документами. То есть это либо отсутствие необходимых фитосанитарных сертификатов, либо эти документы оформлены с нарушением, в них могут быть какие-то ошибки, неточности, исправления незаверенные и так далее. Вся эта продукция, которая вывозится с нарушениями, она к ввозу на территорию Новосибирской области не допускается и возвращается вся назад отправителям. В 2018 году сотрудники Росельхознадзора проверили больше 80 тонн продукции. Что касается рейда журналистов УТС, то все предприниматели, которые попали в объектив телекамеры, пообещали предоставить в редакцию сертификаты соответствия до конца дня. Никто не позвонил. Александр Куршев, Борис Гладких, Новости УТС. Независимо от типа дорожного покрытия, в районах области должен быть обеспечен безопасный проезд. Такую задачу поставил глава региона Андрей Травников, после чего из областного бюджета выделили дополнительное финансирование. Сегодня специалисты Минтранса оценили ход работ на участке Машкова-Кайлы. По поручению в РИО губернатора и по решению депутатов транспортного комитета и их законодательного собрания было принято решение дополнительно в этом году выделить полтора миллиарда на ремонт как раз автомобильных дорог, находящихся в сельских территориях. Вот один из этих объектов, на которые мы сегодня приехали на проверку, мы наблюдаем, что здесь происходит на ремонте этой автомобильной дороги. Здесь ведутся работы по земляному полотну, приведение геометрических параметров в соответствии с технической документацией, выполаживание откосов и устройство покрытия щебеночно-серповидным профилем толщиной 14 см. По сути, эта дорога – единственный путь в райцентр и Новосибирск для жителей нескольких сел. Еще недавно любой сильный дождь прерывал транспортное сообщение минимум на сутки. Теперь плохая погода не сможет нарушить планы местных жителей. Общая стоимость ремонта на данном участке – около 30 миллионов рублей. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние более 13 километров полотна. Срок завершения работ – 25 августа. Всего же в текущем сезоне отремонтируют 107 аналогичных объектов в 30 районах Новосибирской области. К другим темам. Сегодня и завтра в реку Обь сбрасывают бревна, которые прибило к створам гидроэлектростанции. Ежегодно из Обьского водохранилища отправляют вниз по течению накопившийся топляк, когда его становится слишком много. Сегодня и завтра сброшенные бревна поплывут с большой скоростью вниз по реке, в районе Абгез и поселка Огурцово. Новосибирцев просят не купаться и не рыбачить в эти дни на данном участке, чтобы избежать несчастных случаев. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Мы убежали сюда из-за жары, потому что там очень жарко. Теперь, видите, к сожалению, здесь тоже. Жара нас в покое не дает. У меня есть лишь одно желание – это побыть побольше, как все. То есть какие-то общие радости, что-то вот… Ну, не быть человеком, которого всегда преследуют боль. Здесь много глубин, и мы встречаем многих детей снова и снова, и дети растут, и это очень здорово видеть. В Новосибирск пришла тропическая жара. Антициклон занял прочные позиции, и температура только растет. Днем больше 30 градусов. Сердечники сидят дома, отдыхающие плескаются на пляжах, а животные стараются найти место в тени. О том, как спастись от теплового удара, в нашем следующем сюжете. Сегодня в Новосибирском зоопарке очень жарко, но любители экскурсий могут не волноваться. Всегда можно прийти к вольеру с белыми медведями и насладиться прохладой под распылителями воды. Белые медведи – самые счастливые обитатели Новосибирска в эти дни. Прохладная вода и генератор снега спасают гостей с севера от палящего солнца. Но не всем животным в зоопарке легко дается жаркий климат. Например, тигры, львы и другие кошачьи стараются не тратить сил на бег и водные процедуры, а берегут их для ночной охоты. Животные переносят жару достаточно нормально. У нас создаются такие условия, чтобы все у них было хорошо. Мы устраиваем дополнительные теневые зоны, например, из веток. Также, если заметили, по территории у нас очень много фонтанов, которые также доставляют удовольствие не только животным, но и нашим посетителям. Поэтому всем хорошо летом. А вот в городских джунглях время с 12 до 4 считается опасным для физических нагрузок и прогулок. Врачи рекомендуют людям с сердечными заболеваниями воздержаться от поездок на общественном транспорте, отдыха на пляже и работы в огороде. Первые признаки теплового удара – помутнение сознания, слабость общая, шум в ушах может быть. Уложить такого пациента, поднять ноги, чтобы ток крови в голове увеличился. Если есть в аптечке где-то нашатырный спирт, можно доступ воздуха обеспечить, открыть окна. Пока снижение температуры не ожидается, врачи просят сибиряков быть предельно внимательными к своему самочувствию во время отдыха. Не прыгать в холодную воду, в случае перегрева может отказать сердце, и не употреблять алкоголь и острую пищу. Накануне из-за воздействия солнца на асфальт большой грузом запретили ездить по федеральным трассам при температуре более 32 градусов по Цельсию. Тем временем Роспотребнадзор не рекомендует купаться на городском пляже Наутилус. Обская вода в этом месте не соответствует санитарным нормам. Специалисты брали пробы на всех оборудованных местах для купания. Проверку прошли только четыре. Звезда у моря Обского, бухта Лазурная, а также пляж Бугринская роща. Вода в районе Октябрьского моста не подходит для купания по микробиологическим показателям. Жить без боли. Жительница Куйбышева Настя Валенко нужна ваша помощь. У девочки серьезное заболевание позвоночника. Несколько лет назад с помощью неравнодушных людей удалось оплатить и провести дорогостоящую операцию. Сегодня Насте требуется курс лечения, стоимость которого почти 75 тысяч рублей. Подробнее Оксана Тимошенко. У меня ни одной тройки, слава богу, за все время, что было удивительно. Много четверок, ну и пятерок тоже достаточно. А еще почти 200 баллов по результатам ЕГЭ – желание получить профессию психолога. Она мечтает помогать детям. Говорит, в борьбе с тяжелым недугом легко потерять веру в себя и свои силы. У меня есть лишь одно желание – это побыть побольше, как все. То есть какие-то общие радости, что-то вот… Ну, не выйти человеком, которого всегда преследуют боль. К сожалению, у меня так не выходит пока что. Семь лет назад у Насти обнаружили злокачественный прогрессирующий сколиоз. Благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать деньги на дорогостоящую операцию и реабилитацию. Все это время Настя с мамой надеялись на лучшее. У нас выявилось дополнительно две грыжи межпозвоночных, которые расположены непосредственно под самой металлоконструкцией. То есть вот как сколиоз ей исправляли, металлоконструкция стоит от шейных позвонков. Грубо говоря, свободными остаются два поясничных крестцовых. И вот на каждом по грыже. Малоинвазивная операция по удалению грыж, которую сделали осенью прошлого года, результатов не принесла. Острая боль испортила и долгожданный выпускной. Начались очень сильные боли. Нет, они и так были, но стало совсем неуносимо. И пришлось покинуть праздник. Думаю, это, конечно, уже был миниат, когда пришли с трудом. Там уже и таблетки были, и мази были. Все то, что помогло мне в конце концов на следующее утро, пусть и с болью, но встать. Настю готовы принять в областном НИИТО. Десятидневный курс лечения обойдется в 75 тысяч рублей. Собрать деньги самостоятельно семья, в которой работает только мама, не в силах. Помочь Насте можем мы, направив любую сумму на номер карты или мобильного телефона. Настя верит, что обязательно справится с недугом, а верой в собственные силы, доброту людей будет делиться с теми, кто в этом нуждается. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. 30 тысяч рублей штраф за несоблюдение Трудового кодекса. Специалисты областной трудовой инспекции проверяют работодатели. Они следят, чтобы не нарушали права работников предпенсионного возраста. Речь идет о сокращениях с предприятий работников, которым до пенсии осталось несколько лет. По словам специалистов, в регионе таких случаев немного, но они есть. За несколько лет до заслуженного отдыха специалистов увольняют по разным причинам. По законам предприятия обязаны известить Трудовую инспекцию о сокращении сотрудника, если от работника поступила жалоба, назначают внеплановую проверку. То же касается и отказа принять на работу сотрудника, которому за 50. Правда, здесь, чтобы оспорить решение работодателя, необходимы письменные доказательства, в которых указано, что причина отказа – возраст. В трудовом законодательстве есть запрет на ограничение прав лиц предпенсионного возраста и в рамках установленного запрета, и в рамках поручения правительства Российской Федерации, Государственной инспекции труда в настоящее время. И я так думаю, что не только ограничиться проведением проверок в июле, но и на весь последующий период до конца года мы будем проводить проверки на предприятии. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Иван. Добрый вечер, Иван. Спасибо, Елена Мершинченко о гастролях Парижской оперы. Кстати, Новосибирский оперный театр могут бесплатно посещать инвалиды, многодетные и малообеспеченные семьи и дети-сироты. Билеты для них выделяют по особой программе, благодаря соглашению между театром и областным правительством. Это сотрудничество будут продолжать. Я поручил Министерству культуры Новосибирской области подготовить свои предложения совместно с администрацией театра, как выйти на новое соглашение, примерно на тех же условиях, чтобы при финансовой поддержке со стороны бюджета региона у нас была постоянная гарантированная возможность предоставлять билеты на все постановки театра. К другим темам. В детских загородных лагерях закончилась первая смена и время подводить первые итоги. Инспекция правительства Новосибирской области посетила несколько лагерей, опрашивая не только сотрудников, но и детей. Отдельное внимание Центру детского и семейного отдыха имени Кашевого. Там на стадии завершения масштабный ремонт. Подробности в сюжете Александра Попова. Валерий в лагере занял второе место в конкурсе «Мистер-2018». Да и вообще, гордость для вожатых и положительный пример для малышей. В лагере первый раз, однако, с удовольствием остался бы и на вторую, и третью смены. Но домашние дела не ждут. Во-первых, помощь родителям. Во-вторых, у меня младшая сестра, с ней надо сидеть. Ну и третья, там, всякие проблемы школьные. А вот вожатые после первой смены уезжать уж точно не намерены. Помимо традиционных развлечений, в лагере открытый компьютерный класс, кружки по робототехнике, деревообработки. У нас очень много замечательных кружков. Вечерних мероприятий, направленных на профориентацию. У нас очень много... Коллективно-творческих дел. Да, мы работаем по Атласу, с Институтом Сколково. И, в общем, мы вот самым... Мы классные. А еще здесь есть мы. А в других лагерях нас нет. Всего за два года здесь появились новые медицинские административные корпуса. Сделан ремонт в столовой. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. Отремонтированы жилые помещения. Здание 53-го года постройки не узнать. Каждый отдел аликерамогранитом появился вентилируемый фасад. Каждый корпус проходил экспертизу. Усиливались конструкции, несущие фундамент. Ну, то есть сегодня мы имеем стопроцентную гарантию, что корпус лет 20-30 простоит железно. Ну и, конечно, гордость детского центра – киноконцертный комплекс. Сейчас мы находимся в современном многофункциональном лофте, которому может позавидовать любой дом культуры. Здесь можно смотреть кино, проводить дискотеки, а также сидеть и лежать на подоконниках. Даже это предусмотрели при ремонте. Последний штрих – через две недели будет готов спортивный корпус. Сотрудники лагеря шутят, что отремонтировано все, кроме 400-летней реликтовой сосны. В ней и так все идеально. Сегодня мы посмотрели не только условия, которые созданы санитарно-эпидемиологически, условия противопожарные, но и смотрелись в целом, как организованы профильные программы, содержательные программы, общались с детьми, как организовано питание. И я должен отметить, что в целом все соответствует требованию. Первая смена завершилась, и в целом всем 80-ти загородным лагерям Новосибирской области проверяющие органы ставят высокие оценки. Отдохнули уже более 13 тысяч ребят. Их задача на следующие смены – не снижать планку. Александр Попов, Алексей Баженов, Новости ОТС. Тем временем в Сузунский лагерь вновь приехали гости из Австралии. Волонтеры с далекого континента гостят там ежегодно. Общаются и играют с детьми, для которых они давно стали добрыми друзьями. Подробности далее. Как шнурки завязывать, знаете, да? Основы выживания в дикой природе от жителей Австралии. Норман Хантер снова учит русских мальчишек и девчонок премудростям. В Сузунский загородный лагерь он вместе с супругой, детьми и внуками приезжает уже 8 лет к ряду. Каждый год он очень особенный. Россия просто неисчерпаемая страна. Здесь много глубин. И мы встречаем многих детей снова и снова. И дети растут. И это очень здорово видеть. Международные смены в лагере «Патриот» уже традиция. Здесь были представители Индии и Китая. Но австралийцы – гости особые. Норман приезжал сюда сначала с супругой и детьми. Сегодня уже его внук Изекил вместе с дедушкой заводит русских друзей. И не перестает удивляться. Да, у меня здесь очень много друзей. Каждый раз они постоянно меняются. Каждый раз они новые. Австралийцы в лагере ждут с нетерпением каждый год. Вчерашние их воспитанники сегодня сами стали вожатыми. И знакомят малышей с гостями с другого конца света. Да, они нас обучают новым играм. Вожатым – это, наоборот, копилку игр. Они учат детей. Они рассказывают о своей культуре. Дети просто не отлипают от них. Они все время ходят за австралийцами. Изучение австралийской культуры – традиции и обычаев. Но самое главное – это погружение в язык. Школьный английский помогает при общении с иностранными гостями. Можно и произношение улучшить, и узнать много интересного. Уже через несколько дней австралийцы отправляются домой. Но они обещают обязательно вернуться в следующем году. Евгения Емельянова, Илья Чалых, Новости ОТС. И на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал в социальной сети Инстаграм ОТС подчеркивание ТВ. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемых... ...на улице с каждым днем депутаты... ...все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok